Аида Садатхазе 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 Необходимо отметить, что состав отряда экстренного реагирования утверждается решением городов, Акимов и районов. В состав входит у нас формирование службы гражданской защиты. Служба гражданской защитной у нас утверждается решением Акимов в области. На сегодняшний день у нас, помимо отрядов экстренного реагирования, имеются службы в количестве 15 служб. То есть областного значения аналогично в городах и районах. Службы и их функции утверждены постановлением правительства. А в городах и районах области сколько отрядов экстренного реагирования? В каждом городе и каждом районе по одному. В частности, по городу Ахтал у нас отряды экстренного реагирования состоит из 153 человек личного состава и 40 единиц специальной техники. В городе Жанал-Узинь 155 человек, 62 единицы техники. В Иеневском районе 57 человек, 30 единиц техники. В Мангистауевском районе 88 человек, 27 единиц техники. В Монолинском районе 144 человек, 68 единиц техники. В Каракьянском районе 184 человек, 73 единиц техники. И в Тубхараганском районе 86 человек, 18 единиц техники. В основном это формирование противопожарной службы, состав отрядов экстренного реагирования. Формирование здравоохранения, это бригады экстренной помощи. Формирование охраны общественного порядка, инженерной службы, транспортной службы, дороги, мостов, торговли и питания, ГСН, связи и так далее. Наряду с этим, согласно приказу МЧС Республики Казахстана, 24 октября 2020 года, номер 10, о подготовке к чрезвычайным ситуациям зимнего периода 2020-2021 годов. Что это за приказ и какие именно действия там происходят, согласно этому приказу? На основании данного приказа у нас разработан план мероприятий, утвержденный Акимом области. То есть в данном плане конкретно, четко и ясно, для каждого службы, для каждого государственного органа и местного исполнительного органа поставлены задачи по проведению мероприятий подготовительного характера, а также о готовности в случае угрозы, либо возникновения чрезвычайной ситуации в зимний период. С определенными установленными сроками и фактической формой завершения. Давайте поговорим в общем о готовности к зимнему периоду вашему. Значит, работа, вы имеете ввиду по учению? Да, по учению мы в общем-то. Значит, работа была поставлена об основном штаба, это в первую очередь была проверена, как я и говорил, готовность отрядов экстренного реагирования, после чего были отработаны практические занятия, учения на стратегических объектах. Значит, как я и говорил ранее, пять вводных были направлены нам с республиканского штаба, с МЧС, и семь вводных были с департамента ЧС. Что касается пяти вводных с министерства по ЧС, это были охвачены наши пять административно-территориальных единиц. Это Бенниевский район, Бенниев, Магвистовском районе, Тукараганском, дальше поселки Житебай и городе Ахтам. В городе Ахтам у нас имеется один из стратегических объектов, это Казазот, как все знают. Значит, следует отметить, что он один из единственных таких предприятий такого масштаба в республике. В этой связи у нас сильно уделяется внимание к готовности отрядов экстренного реагирования по ликвидации ЧС возможных в случае возникновения на аналогичных объектах. И вот на Казазоте у нас проводились пожарно-таксические учения совместно с силами и средствами данного предприятия. Ну и дополнительно по согласованию с Акиматом области было принято решение ввести еще семь вводных с областного штаба. Ввиду того, что на сегодняшний день Мангосталовская область, это единственная область по Казахстану, в которой не зарегистрирована чрезвычайная ситуация. То есть для объявления чрезвычайной ситуации есть определенные параметры, критерии. И на сегодняшний день, как я и говорил, это единственная область, на которой не зарегистрирована чрезвычайная ситуация. И в этой связи по согласованию с Акимом области, Акиматами городов и районов было принято решение, несмотря на это, провести еще дополнительно по 7 годов на каждый город и район и проверить их готовность уже на практике. Для каждого города и района были поставлены еще дополнительные задачи по отработке, значит, запланированных мероприятий, где участвовали все службы, все формирования, которые утверждены соответствующими документами, решениями Акима городов и районов. Данное учение проводится каждый год, правильно? Да, значит, у нас ежегодно проводится учение, это ХС-2021, имеется в виду в этом году, ХС, это по подготовке зимнего периода, КУКТИ, по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводков, а в основном, значит, чрезвычайными ситуациями. Также проводится ежегодно учение ЖЕР, это, значит, ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникшие последствия землетрясения. Вот, на таком учении мы, значит, принимали участие в 2017 году. Мы выезжали в Жамбулскую область, город Тарас, наши формирования маршем, значит, проделали путь длиной в одну сторону 3600 километров. Поставленную задачу в городе Тарас мы выполнили на отлично, и министрам это было отмечено, значит, и в этой связи было предложено в 2018 году на территории Мангосталовской области провести международные учения. Теннис-2018, значит, это ликвидация чрезвычайных ситуаций на море. Данное учение мы проводили в Ход Шевченко, в Тукар-Арганском районе, Баутино, на котором участвовали спасатели с Министерства по чрезвычайной ситуации Российской Федерации, Туркменистан, Азербайджан, были наблюдатели с Катара. Значит, также наши спасатели показали на данных учениях свою подготовленность, получили высокую оценку не только от руководства Министерства по чрезвычайной ситуации Казахстана, но и от руководства, значит, Министерства других стран. На следующий год планируется командно-штабное учение, значит, где пока предполагается аналогичный выезд всех формирований служб в другие регионы. Ну, эта информация уже более конкретно будет сообщена дополнительно, но предварительно с Министерства поступила задача о готовности. В этой связи, как и говорил, вот на данных учениях мы добавили вводность, чтобы как бы повысить навыки, значит, наших формирований, и чтобы в следующих учениях они как бы показали свое профессиональное качество, значит, оперативность по ликвидации чрезвычайной ситуации. — Нынешние командно-штабные учения «Зима-2021» отличаются от прошлогодних? — Ну, в принципе, суть командно-штабных учений, ежегодных, вот как я и говорил, сезонных, зимний, весенний период, суть, она одна, это защита, в первую очередь, населения от чрезвычайной ситуации техногенного, природного характера в определенный сезонный период. То есть зимой, весной и летом. Как бы суть, она одна, но просто ставится определенная задача, либо ликвидация ЧАЭС на каком-то определенном стратегическом объекте, либо на какой-то открытой местности. То есть вот единственное отличие. А задача у нас только одна — это оперативно выехать на место происшествия, оказать первую незамедлительную помощь населению и объектах территории, на которых мы расположены. В принципе так. А какие резонансные события происходят в Мангистанской области, где сотрудники департамента ЧАЭС принимают участие в спасении жителей? В этом году у нас были резонансные события — это частичное обрушение здания в одном из учреждений департамента управления исполнительской службы ДУИС. И последнее — это вот буквально недавно, седьмого, произошел взрыв, в результате чего произошло частичное обрушение здания на площади 200 квадратных метров. Ну, к счастью, жертв и пострадавших на данном взрыве у нас не было. — А чего нужно опасаться жителям Мангистанской области именно в зимний период? — В зимний период у нас, в принципе, одни и те же, как бы сказать, недостатки. Это, в первую очередь, беспечность водителей, ввиду того, что, да, климатические условия у нас позволяют зимой передвигаться на летней резине, но, несмотря на направляемые через интернет-мессенджеры сообщения о предстоящих низких температурах, вследствие чего на дорогах гололедится, некоторые беспечные водители, несмотря на эти предупреждения, выезжают на летней резине. У нас это обычно происходит на территории Беневского района, ну, практически, практически ежегодно. Значит, в принципе, снежный покров, который происходит в Беневском районе в зимний период, он не такой большой, если сравнить с другими западными регионами, допустим, Активинской области, да, или с северными регионами. То есть при наличии зимней резины, шипованной резины, но там по такой дороге можно было спокойно проехать. Ну, вот, как я и говорил, несмотря на предупреждения, некоторые беспечные водители выезжают на летнюю резину. Соответственно, происходит дорожно-транспортное происшествие, на дороге скапливается большое количество машин, и в этой связи, и что приостанавливает движение на дорогу, как и об основу, так и республиканского масштаба. Такие случаи у нас почти что ежегодно, бывает, имеют место быть. Ну, как бы так, это вот в основном. Ну, и если взять пример, последнее резонансное событие, это взрыв в торговом комплексе Шеркала, микрорайон-29А, тоже аналогично. Ежегодно сотрудниками департамента ПЧС проводятся профилактические мероприятия, значит, проводится подворовый обход жилого сектора, раздаются памятники, в котором указаны элементарные правила пожарной безопасности, но, тем не менее, к сожалению, во многих общественных местах питания на объектах с массовым прибыванием людей некоторые индивидуальные предприниматели используют газобалонные установки, что не допускается к правилам пожарной безопасности. Также при проведении подворных обходов, вот, допустим, сам личный участок, при подворном обходе жилого сектора Монолинского района, мы это сами устанавливали. В основном печные отопления самодельные, без дымоходов. И, к сожалению, ежегодно из-за этой беспечности, халатности у нас погибают как и взрослые, так и дети от угодного газа. Вот как бы так. Ну, круглый год, несмотря на периоды, зимнее время, весеннее время, летнее время, у нас личный состав всегда проводит с местным населением такие профилактические работы, как и зимний период, весенний период, летний период, вдоль моря, наверное, сколько мы проводили брифингов, вы и сами, может быть, даже видели телепередач, о соблюдении элементарных правил поведения на воде, допустим. То есть сезонно профилактические работы сотрудники проводятся. Совместно с Акиматами следует отметить, что взаимопонимание у нас и взаимодействие с местными исполнительными органами, другими государственными органами в Амангистовской области налажено. Значит, и аналогичная работа у нас, профилактические работы проводятся совместно. Несмотря на выходные, там, в будущие дни, у нас периодически личный состав проводит такую работу. Мирбек Аман Косович, расскажите об оснащенности службы пожаротушения, аварийно-спасательных работ при пожарах, живущих, где люди живут в высотных домах. Да. На следующий день на территории Амангистовской области имеется у нас 13 пожарных подразделений и четыре спасательных подразделения. Это у нас спасательные подразделения находятся в Тубкараганском районе, в городе Курчевченко, в селе Курык, база отдыха Кендерля и вновь новый объект у нас в первом Амик районе, который в этом году ввели в эксплуатацию водно-спасательные станции. Вот четыре объекта и пожарные подразделения у нас четыре специализированные пожарные части. Это в городе Яхтау, Еженаузель, девять пожарных частей по области и один пожарный пост. Штат на сегодня у нас составляет 826 единиц. Лища состава, техника, 134 техника в различные назначения. Из них 60 основной автотранспорт, 22 специального и 52 с помогательной техникой. На сегодняшний день мы такого трудности не видим по оснащению. Поэтапно оснащаем техниками и оборудованиями подразделений. С местными исполнительными органами, Акиматами отрабатывается вопрос оснащения. В этом году с местного бюджета приобрели на 198 миллионов оборудования. Это как мотопомпа прицепных двоединиц, переносных двоединиц, пожарная автолестница, МАЛ-32 и автоцистерна пожарная. Ежегодно этот мероприят у нас проводится, оснащение у нас на сегодняшний день составляет порядка 50%. И на этом дальше мы работаем над этим. У нас вот к зимним периодам, в принципе, все техники, лишь состав готовы выполнять все задачи. У нас около 30 единиц техники по области высокопроходимой. Это с колесной формулой 6 на 6, 4 на 4. Если будет там резонансная ситуация в зимнее время, будет наше подразделение выезжать и в снежных заносах, вот в Закопроакадемии техники, вахтовые автобусы имеются, они будут оказать услуги населению. А по какой причине чаще всего возникают пожары в нашей области? В нашей области пожары возникают в основном у нас вот в последнее время участились пожары в городе Ахтал и в городе Жанавзен. Это мусорные контейнера. В основном выезжаем. Вот над этим тоже с местными исполнительными работаем мы, с полицейской службой, от ЖКХ, чтобы мусоры вовремя вывозились. А так пожары такого масштаба у нас не зарегистрированы, чтобы небольшой. Да, было в первом микрорайоне, это за мастер-домом, это мусор когда горел. Над этим тоже сейчас работаем, с местными исполнительными органами. Туда поставили уже вороты, сейчас охраняется. А в дальнейшем планируется местность с местными исполнительными органами очистить, очищать эту местность, чтобы впредь такого не допустить. Спасибо. Бекпулат Кайербекович, на данный момент командно-штабные учения уже завершились. Да, буквально вот час назад поступил сигнал с Министерством подчеркновенной ситуации по отбое учения. Значит, до этого в два часа дня было проведено итоговое совещание под председательством вице-министра, полковника Кудикова от Магастаусской области в режиме онлайн. Значит, от Магастаусской области участвовал первый заместитель Акимова области Абзал Миндебаевич. Значит, на данном совещании были отражены действия личных составов ряда областей, в частности, Ахмолинской области, Восточно-Казахстанской области и так далее. Значит, недостатков, либо замечаний в адрес Магастаусской области не было. Значит, оценка была положительной. и местными исполнительными органами, то есть присутствующим первым заместителем Акимова Абзал Миндебаева также была поставлена положительная оценка. Ну, были некоторые недостатки, данные недостатки будут, которые не влияют в принципе на оперативность, готовность, да, это, например, привезти в надлежащее состояние некоторое оборудование автотранспортной техники, то есть уже пора их замены, да, техника сама по себе исправная, потом по обновлению значит, специальной одежды и обуви, а так в целом отряды экстренно реагирования готовы. Вот я хотел бы отметить, что готовность отрядов экстренно реагирования конечно тоже также в первую очередь влияет на интересованность самих Акимов городов, не только Акимов городов, и Акимов области, как результат присутствия Акимова области, да, несмотря там на его загрюнность в работе, вот, на данных значит, смотрах. Вот как бы так, оценку получили положительную, в принципе, замечания в адрес Магистовской области не было, отряды экстренно реагирования готовы к зимнему периоду для выполнения поставленных задач по предназначению. Ну что, уважаемые спикеры, на этом сегодняшний эфир у нас заканчивается. Я хотела вас поблагодарить за конкретные ответы на мои поставленные вопросы. Желаю вам удачи, процветания в работе, как можно больше спокойных мирных дней, как можно меньше резонансных ситуаций в Магистовской области. Спасибо большое вам, спасибо. Уважаемые телезрители, на этом сегодняшний эфир программы «Резонанс» подошел к концу. Желаю вам крепкого здоровья, берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин